всем доброго времени суток сегодня у нас немножко будет веселый репортаж немножко необычный ну и скажем последнее время уже в основном снимать только фарфор я занимаюсь естественно не только фарфором люди которые подписаны на моем канале не обижались и не расстраивались потому что не все же собирают интересует фарфор да я все-таки решил показать что я приобрел свежего веселого может сказать и недорогого советского периода немножко так сказать разбавить тематику и можно сказать вместе посмеяться это я все купил на своем блошином рынке не за один раз и не населением часть я прямо сегодня купил свежак ну что с этим начнем или начну убирать в сторонку как я уже неоднократно кстати если вернуться к моим высказываниям я занимаюсь предметом винтажа декора и антиквариата причем в различном ценовом диапазоне стиле времен и народов это то если первый раз видит поэтому вот вам подтверждение я решил не уже самому через двора фарфор вы на протяжении несколько месяцев начинает уже конечно красота не может надо ведь но я хочется что-то другого вот я сходил на рынок и приобрел но посмотреть это я не западе машины что ручная работа советского времени это делали детишки 70 80 годы советских школах вот ручные помните родителям давать задание и они трудились вот такой вот видите но может быть начало 90-х я так думаю там стоит какая джинса появилась может быть начало 90-х вот чисто из-за джинсы вот такая вот крокодил я надо чего ж тебя довела жизнь да я жаловаться буду тоже мне таким создал вот посмотрите тоже продолжим небольшой наше веселье и юмор ну кто конечно понимает посмотрите какие валеночки не прекрасно правда советские не нужно смотреть чудесные чудесные детства детские валенки ну посмотрите вот в руках я держу если конечно кому интересно для декора ну для чего я купил естественно никому не нужно ну для коллекции для декора чудесная вещь чудесные вот немножко их откладываем в сторону дальше посмотрите какие перчатки это я взял сегодня варежки сама женщина вязала я к ней подошел купил все все трое цену не буду называть потому что очень недорого цена смешная но продавать я их естественно не буду почем купил вот чисто хочется оставить сама на их вязала вязала год во времена их где-то ссср вот это где-то остались от моих детишек но и уже сама очень пожилая женщина вверх у меня где-то там осталось тут ее история то есть посмотрите какие-то 60 и 70 и наверное года вот если кто-то знает смотрите какие чудесные ну посмотреть ну детские варежки на это еще не все я вам еще сегодня покажу что у не будет это я просто здесь у меня разложено сразу расскажу я еще подложу еще вещицы из ссср это я купил немного ранее но смотрите какие рукавички чудесный чудесный просто держу в руках сразу вспоминаешь свое детство как мы зимой бегали в снегу не как у нас это зима двадцатого года что касается перчаток вот такие я сегодня купил недорого тоже посмотрите в каком состоянии коричневый цветом что-то ваты что там поролон чувствую как он хрустит бесподобные в отличном состоянии перчатки боксерские ну вообще я давно хотел купить я видел в москве и видел хоккейные краги там 60-70-х годов вот они тоже продаются ну в районе там 500 тысяч рублей краги прям хоккей не хочу давно купить но там бывает цена немножко хочется немножко подешевле но бывает они без проблем все это в клюшке тоже меня есть то есть смотрите какие боксерские перчатки так их повесить где-то будет считаю просто шикардосно тем более состояние отлично их можно даже им пользоваться ну тоже убираем их в сторону ну владимир ильич ульянов ленин записи граммофоны ну на пластинка видите до 19 21 год ульянов ленин в отличном состоянии тоже купил недорого еще там пластинка есть конечно вот такая штукинцы но это хорошо на арбате продавать посмотрите вот видите как он тут слушает говорит ну и здесь все тоже я считаю очень ну для уже немножко другой стиль правильно да вот такой у нас ленин соц реализм дальше вот такие купил часы причем слышите они идут слышно я думаю да я их положу они могут от этого наверно остановиться но так что пластмассы но я думаю наверное 70-е годы наверно уже бакелит раньше был 50-е годов у меня кстати были часы бакелитовые да были шахматы все это я тоже свяжу но взял они все идут по моему смотрите вот стрелок видите бежит маленькая и это будет идти ну все тут рабочий механизм сейчас вот здесь побежит посмотрите видно да шикарная вещь в отличном состоянии стекло не бит и все красиво здесь все на месте да все пожелтело то есть все штучки здесь здесь вот видом даже по моему там движется все регулировки все есть это все рабочие все это тоже двигается причем это одни часики а вот у нас слышно да тоже вот они идут тоже вот стрелка прям видно бежит то есть двое часов обалдеть можно одному одному прям на стол с двух сторон поставить и пользоваться ну естественно достаточно кому если на продаже одних часов ну шикарно двое часов все работа посмотреть бегут у так раз вот пошла стрелка здесь просто для декора советский вот конечно одни могу на продажу одну себе оставить все тут работает и здесь и здесь пластмассы более дешевый вариант я имею ввиду ну в отличном состоянии просто вообще где-то не стояли никто не пользоваться просто вот одни даже вообще белый другие под желтель то есть я считаю сегодня у меня удачный день вот такая штукенция посмотрите русские народные костюмы кстати у меня не есть если кому интересно русские народные костюмы смотреть какой кокошник да это прямо из откуда это прямо из народных танцев вот такой кокошник есть костюмы брюки шаровар в том числе вернуться к тоже к веселой тематике ну как вы видите газета труд это где-то кто-то наверное участвовал причем двухсторонние газета труд я думаю она была раньше в москве сам труд почетный не знаю газеты нет так что шапка уже можно раритетно представляете газета труд человек труда какие-то не пост про забеги проводили или еще что-то можно конечно историю копнуть но очень интересно причем газет труд я думаю было только в москве могу ошибаться но интересная шапочка потом шапочка веселый помните фильм пёс барбос и так далее то есть где никулин там лица на маргунов вот в таких они шапках по-моему никулин был похоже с помпоном 60-е года 50-е прямо вот она сам это кепка и тот же самый прямо шарфик в отличном состоянии нежный прямо можно сказать перенесся из 60-х где-то годов тоже ничего особенного но весело ну еще вот подтверждение вам одно что у меня широкий диапазон скажем так вот такая вот рубашечка посмотрите русская народная богатая тоже не мог удержаться купил я как вы понимаете видите какая шикарная просто из танцевальных у нас же есть и ушка вот вроде бы как чуть ли не не прям самой и ушки наши стамбовского да смотрите рукава то есть постирать помыть можно где-то ее использовать потому что такую заказать такую вышить я думаю обойдется вам сегодня дороже чугунного моста такую рубашку посмотрите то есть это я сегодня специально показываю чтобы мне некоторые могли отвлечься от последних моих выпусков фарфора и увидеть что я занимаюсь не только фарфором вот еще одна рубашка или как там что это посмотрите тоже какая ткань здесь все пуговички все советского изготовления уже заменены видите пуговицы ткани хорошие обстановить довольно таки интересный узор русская народная тема вот такой вот не знаю для девушки для мужчины посмотреть какой интересный наряд тоже рукава это я сегодня уже просто настоящий барахольщик ну к вещь красивая оригинально интересный да я считаю да так что и чем мне интересно в различных именно стилей времен и народов как вы видите да да посмотрите какая богатая большая юбка цветастая тоже из народного ансамбля это прям хорошо вот масленица сжечь и одевать в это платье богатая яркая русская народная и сжигать бабу ну можно нарядить ну и естественно можно пользоваться как декор ну и каждый на что гораздо я и для чего взял я хочу конечно в будущем открыть музей вот стать шаровары то есть брюки для танцев мужские то есть хочу открыть музей по разным направлениям по разной тематике просто нет нормального помещения чтобы все это заполнить здесь не хочу заниматься и мебелью то есть все подряд что будет подворачиваться интересная красивая и оригинальная и старинная а вот когда музей откроем как я говорю разных стран времен и народов но это в планах это частность к сожалению наше желание расходится с возможностями открыть музей чтобы люди могли то есть по разной тематике чтобы люди могли помнить что у них было в старые добрые времена вот сохранить какую-то историю то есть не только там это продавать а чтобы люди могли чем посмотреть вспомнить прийти поудивляться и посмеяться ну то и реальная подкова снята просто ничего особо нет но это реальная подкова снята с лошадки или реальной то есть на удачу это вообще любим здорово вот видите тоже у меня есть ну и показывает вот тематика лошадка картина вроде как холст сняли его откуда-то надо сходить будет узнать но я думаю все это натурально видно как свернута была неаккуратно здесь по моему баба яга то есть тоже к сегодняшней тематике к русским народным костюмам к лошадкам все тут посмотрите чудесно такое скажем своеобразная тема грибы вот он идет красивый а ну из сказки вот он царевна лягушка так что смотрите какой забор старинном стиле избушка бабы и прекрасно не знаю с одной стороны как бы ничего особенного как бы а а с другой стороны если присмотреться приду так скажем задуматься вот она в таком состоянии откуда-то сорвали то есть я возможно обременю со временем сделаю рамку вот и будет вот ведь она висит на каком вот то есть вы видите от холст вот и имя художника я еще не смотрел может быть что-то ничего особенного но мне она нравится в определенном стиле если повесить допустим костюмы до времен ссср но русские народные сказки но я считаю прекрасное исполнение не очень то есть в определенном месте под определенное настроение в хорошей раме не посмотрите особенно я вот думаю такие вещи ценятся когда создается там таких полотна там хотя бы 35 в определенном стиле это будет вообще улетная ценнейшая вещь ну для меня по крайней мере тут нет конечно никакого художника ничего такого но очень интересно очень стильно и забавно сразу как-то детство вспоминается даже вот знаете такой посмотри хочешь там какой-то поле коробки русские народные сказки сразу хочется мне набирать данную тематику очень хочется но всего всего что хочется у нас к сожалению не получится как часто это бывает возможности расходится желание расходится с возможностями ну а так что смотрите мои репортажи до свидания всем удачи и успехов и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok